друзья всем привет вы на канале обувного маньяка и сегодня у нас очередной обзор и сегодня я поделюсь всеми впечатлениями я говорил что я буду тестить обувь перед показом и я перетестил с этой обувью переходил совершил некий эксперимент при покупке и всем этим я с вами поделюсь во время своего обзора ну а пока рубрика не хочу все знать друзья а в нашей рубрике не хочу все знать поговорим о совместном производстве но сейчас современное модное слово коллаборация буквально недавно в сентябре у адидаса была коллаборация спрада они сделали очень прекрасную прикольную модель на мой взгляд вот эту суперстар спрада стоили они 35 тысяч и были раскуплены буквально за там пять минут но adidas не стоит на месте adidas нужно больше и вот выходит модель adidas модель называется а плюс п луна роса 21 цена 43000 но как вы видите слава богу мир не сошел с ума и размеры еще есть в наличии это просто ужас какой-то я не знаю как вам и мне все равно из каких материалов сделан делана эта пара что мы используется буст экологически самые переработанные материалы ну почему за все я должен платить ну по мне это ужас какой-то кстати у adidas а есть еще очень интересная коллаборация с ёши ямамото для меня это вообще загадка поднимите руку напишите те у кого кто сталкивался с этой обувью я никогда в жизни не приобретал не мерил не тестил эту обувь причем вот ёши ямамото например вот эта модель я как человек из профсоюзов людей с высоким подъемом могу сказать что людям с высоким подъемом не в эту модель ёши ямамото совместно с adidas изначально модели стоят 20 25-30 тысяч а потом их продают там за 8 за 7 за 10 тысяч я не понимаю вообще в чем прикол этой обуви кто ее покупает за 20-30 тысяч поделитесь своими впечатлениями расскажите что для вас вообще эти коллаборации как вы к этому ко всему относитесь ну а мы продолжаем мы начали сегодня с коллаборации и мы продолжаем как сказал консультант из магазина очень дефицитная модель вам повезло давайте посмотрим в чем нам повезло шикарнейшие бесподобные пумы совместно с хенли хэнсон а ну что они все представляют подошва его промежуточная подошва его тпу ну и мощная резина смотрите какая здесь классная подошва ну давайте по традиции рассмотрим швы швы торчащий клей это светоотражающий элемент отражается он белым цветом это тоже светоотражающий элемент отражается он серым цветом и достаточно кстати прикольно но я особо не сторонник всех этих отражающих элементов но мы же не укладчики асфальта в конце концов зачем нам блестеть здесь вот надпись пума но очень спорный момент и вот это очень спорный момент и он кстати не светоотражающие смотрим 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 о послание послание от пумы сегодня у нас послание нашему уважаемому подписчику другу владимир милых спасибо вам большое за то что вы комментируете мое видео за то что вы с нами спасибо вам большое вы помогаете каналу в продвижении спасибо вам большое продолжаем наш обзор здесь мы видим на задней части надпись night fox хэнли хэнсон достаточно прикольно вот кстати вот очень интересный момент вот это абсолютно работающая схема делается затягивается застегивается ну очень работает работает очень прикольно здесь это тоже кстати светоотражающие элементы его тут очень явно видно серым отражает белым отражает ну и подошва достаточно агрессивно прикольно смотрится не могу ничего сказать по поводу качества здесь очень интересное решение вот эта часть шнурковая часть или как правильно выразиться здесь нам напоминают что это пума хэнли хэнсон 20 наверное это наш нестандартный весьма оригинальный двадцатый год они имеют ввиду смотрите подошва вот это кстати очень мягкие моменты такие вот это пластмасса непробиваемая пуля непробиваемая пластмасса вот это я наверное это специально она сделала чтобы мы лишний раз могли убедиться что внутри промежуточная подошва его ибо потому что ходовые качества этой обуви меня слегка удивили и я вам обо всем расскажу вот видите какой у нас тут подошва весьма оригинальная такая агрессивная бороздить просторы экстремальные просторы северного полюса я не знаю зачем это ну окей язычок на котором написано о том что это хэнли хэнсон совместно с пумой что касается размера буду уделять большое внимание размеру смотрите я целенаправленно взял евро 41 не 41 с половиной как я обычно беру а 41 но всем знатокам нью баланса вопрос смотрите в нью баланса юка семь с половиной это евро 41 с половиной у нью баланса юка семь с половиной это юэса 8 и у нее баланса пятьсот семь шестого говорим о пятьсот семь шестом а семь с половиной юка и тоже двадцать шесть с половиной сантиметра в общем друзья мы люди из профсоюзов людей с высоким подъемом требуем навести порядок в плане размерной линейки но реально трэш ну ну правда трэш согласитесь давайте посмотрим что из себя представляет стелька это стелька за 13 тысяч без скидки даже обалдеть можно стелька наверное ничего не понимаю в стельках и наверное я очень многого хочу от стелек внутри у нас это скорее все неопрен и скажу вам так что я тестил эту обувь случайно я ее затестил на три часа по квартире у меня даже нога легкого намека не было на то что у меня нога потеет соответственно обувь дышащая и на улице в ней будет тепло и комфортно давайте посмотрим как они блестят на солнце друзья мы начинаем ношу высокую моду от мистера чао вот смотрите когда они блестят на солнце честно вам скажу что вот эти элементы абсолютно неуместны и я бы сказал даже портят весь вид этой обуви они бы могли вот эти части сделать хотя бы светоотражающие я понимаю конечно ну не отсюда вот сейчас честно не отсюда обувь за 13000 мне как-то смотрится что касается ходовых качеств видите вот эту подошву я на протяжении трех часов ходил в этой обуви по квартире значит естественно да о размере в первую очередь о размере значит в длину место есть еще место есть в ширину можно сказать что я их разносил за три часа и в принципы под обычный носок вообще никаких претензий есть учесть что даже если ориентироваться по размеру евро я взял на вместо 41 с половиной я взял 41 и все нормально что касается подъема безупречно все шикарно что касается подошвы я так и не привык вот к этому моду моменту вот здесь есть я вам покажу еще раз перепад вот как-то непривычно я подошва очень жесткая вот реально у меня вчера в ширину я перестал ощущать дискомфорт но что касается пятки сушки но очень дискомфортно вот пятки правда очень дискомфортно вот так я делаю видите как бы казалось бы мягко видно но по факту достаточно дискомфортно друзья мы возвращаемся наш операционный стол и что я хочу сказать да как я понимаю самый актуальный вопрос для многих это размер и для людей с высоким подъемом это обувь вполне комфортно никаких нареканий на подъем не эту ширину давят мне потому что у меня ну достаточно такая широкая не самая широкая нога но дискомфортно не ужасно но дискомфортно в длину есть еще чуть-чуть место и в принципе это нормально да что касается комфорта я сказал что я случайно проходил них три часа вот этот момент я к нему не привык вот вот эта часть тут какой-то перевал получается знаете может когда по москве походишь по городу походишь этот перевал перестанешь замечать эта часть очень жесткая мне показалось вот прям неприятно жесткая честно все остальное нога не потела уверен что минус 10 минус 15 со свистом можно пролететь в этих ботинках ну что касается стиля не знаю зачем мне эта агрессия в этой обуви например вот эти пумы и цвет и все мне нравится гораздо больше нежели вот эти с хэнли хэнсоном найт фо кстати эта модель которая под модель вот эта подошва эта подошва создана для бега по пересеченной местности еще в 2020 году или в начале 2020 ой в двухтысячном году прошу прощения простите меня ну 69 лет как-никак человеку я не рекомендую покупать эту обувь за 13000 я не рекомендую покупать эту обувь за 10000 ну а там за 6 за 7 это уже на ваше усмотрение вы можете ее купить ради бога но 13000 это обувь не стоит это мое мнение и 10000 за которые я купил она тоже не стоит абсолютно а дальше уже вам решать друзья мои стоит покупать эту обувь или не стоит по качеству она абсолютно отлично нет никаких нареканий ничего но вот эти элементы ну к чему это все одно и подошва подошва игру вот за три часа изначально я одел в ширину было дискомфортно это в какой-то момент дискомфорт прошел но вот эта подошва но я к ней не привык я правда ну да я ходил по квартире окей но может быть если походить по лесу по джунглям по сугробам то все будет нормально и одну я и уверен что все будет нормально ибо потому что подошва созданная двухтысячных и если она и по сей день выпускается периодически то я думаю что дело как дело каждого каждому свое кто-то мне скажет что обувной маньяк глубоко заблуждается и это обувь достаточно качество и подошва достаточно комфортно окей ребят я не буду спорить опять же я высказываю свое мнение друзья спасибо что посмотрели мой обзор убедительная просьба поставьте лайк поделитесь с друзьями моим видео покажите какой есть чувак который показывает обзоры не ругается матом друзья спасибо вам большое я вас всех люблю всех обнимаю одиос друзья разгуya разaré с разaré Продолжение следует...